доброго время суток друзья прошу всех любителей крым наша и вообще любители своей родины россиями веду немедленно удалиться и это видео не про природу это будет видео про плохие вещи у вас у тех кто любит вождя и так у нас началось у нас началась война война непонятно зачем непонятно по какому поводу конечно зомбированные россияне сейчас мне расскажут что украина злая что она на всех нападает что у нее огромные планы как уничтожить российский народ а эти люди вон с моего канала все и сразу мне насрать что вы пришли смотреть видео про природу или еще про что-то вот это я вам сейчас говорю мне насрать это я говорю языком ваших же дипломатов вождь сошел с ума вождь сейчас принесет проблемы не только украине и россии вождь принесет проблемы всему миру до 2007 года все было хорошо все было приятно запад вовсю кормил россию запад поднял ссср из глубокой глубокой жопы наш вождь путин засунул эту россию в ту же самую глубокую жопу теперь из нее выбраться россиянам будет но не то чтобы проблематично а крайне проблематично на это уйдут десятилетия я думаю даже не годы и это укнется в огромными проблемами для всех их в принципе как я уже писал у себя в фейсбуке мне россияне жалко вот эта скота масса которая сидела засунув носы в жопы которая не могла сказать ни слова которая не вышла на улице которая не пошла с вилами в кремль и не подняла на виллы всех вот этих уродов которые там сидят вот давайте я сразу прервусь и вам расскажу одну вещь простую сейчас вот смотрят на меня бывшие сссрские жители которые знаете вот на одноклассниках и много таких они с рыбой фотографируются там разные по этим рожам сразу видно что этим людям доказывать ничего невозможно они вот любят родину и у них крым наш у них украина наша и все такое подобное но давайте им зададим вопрос а любят ли они тех кто сидят в кремле а им нравится то что у киселева у соловьева есть и виды на жительство и дачи и огромные деньги за бугром а то что депутаты там сидят для того чтобы зарабатывать деньги они для того чтобы для вас что-то решать какие-то вопросы делать так чтобы вам было хорошо ведь понятно что вся эта дума заседает против вас а путин с его дворцами и с его окружением этим продажным это все вы любите а вы хотите отсылать своих сейчас сыновей на войну ради чего у вас нет даже идеи никакой ради того что одному долбанутому деду в кремле почудилось что украина ну не должна быть на этой карте все там никаких больше аргументов нет то что вам льет дерьмо российский за зомбоящих в голову это вы тут можете воспринимать это как угодно но со стороны запада с нашей стороны только сегодня у нас прервали новости обычные и показали россию довольно развернуто только сегодня когда началось вторжение до этого россия и вообще вся эта билиберда которую она затеяла она была ну в самом конце после спорта то есть вы для запада не представляете никакой ценности вас здесь даже не обсуждают о чем я говорил моих предыдущих видео о что путин сделал давайте разберем объединил и расширил нато реально нато начала сдыхать и разваливаться при трампе уже она расползалась она трещала по по швам сейчас нато не только объединилась не только расширилась сейчас нее хотят все хочет скандинавия после того как объявили русские о планах вторжения но видимо он хотел до чтобы были на границах войска нато вот вам войска нато здесь кто виноват нато или путин ответьте мне на простой логичный вопрос путин вооружил украину за последний месяц или сколько там это просто экспоненциально повысился поток оружия причем самого лучшего оружия мира в украину это сделал путин вы одобряете патриоты хотя я сказал чтоб они все ушли вон с моего канала видимо меня сейчас они не слушают но я знаю что они все равно меня подсматривают одним глазком так подлинка как шакала ладно путин показал всему миру что бывает если у него в руках газовая труба теперь вам отрежут все зачем это надо было делать строил бы свой северный поток спокойно хотя этот северный поток нахрен был не нужен все эти миллиарды долларов которые не окупятся никогда взяты из ваших пенсий из вашего здравоохранения и они не нужны потому что тот трубопровод который существует сейчас идет через украину он а превышает вот тот поток который газа идет примерно но у него еще на половину загруженность короче говоря то есть туда можно пропустить в два раза больше газа и вот эти миллиарды выкинуты абсолютно коту под хвост они ничего не дают никому кроме бедности вам россияне путину удалось даже штатах подружить республиканцев демократами вот это вообще этого не было по моему в истории америки вообще никогда когда две конкурирующие противобойствующие партии подружились и вынесли совместное решение против вас и тому же байдену вы нахрен не нужны вы сейчас воюете не с америка вы воюете с вашими братьями украинцами если украинцы смотрят сейчас мое видео я хочу сказать ребята бог на вашей стороне нормальные люди на вашей стороне я россиянин у меня жена с украины но она никогда не имел украинского паспорта она на кипре получила русский паспорт российский и сейчас она вместе со мной ну вот если она согласится я ее позову она вам сама это скажет мы решили избавляться от этого богомерзкого гражданства я не хочу принадлежать скотовать а я считаю что россия всегда была нищей всегда была засранцами здесь они это нищета не то о которой могут подумать это нищеброды которые в мозгах да люди которые с которыми я общаюсь у меня много друзей в россии и они сейчас продолжают быть моими друзьями и отдельно взятые индивидуумы более-менее нормального общения но когда вот эта вся масса собирается в стаю это получается агрессивное быдло я не знаю каким образом из этих милых людей с которыми мы едим шашлыки и трепемся по интернету получается вот это вот говно масса ну вот она вот так получается и из этого можно сделать какой вывод что ну это враги это враги всего мира ладно вас может быть там пропаганда как-то трахает во все места ну меня на почему-то не затрахала почему-то я уехал и у меня есть интернет и я знаю что есть разные мнения я могу смотреть и обозревателей то есть из америки из европы откуда угодно на это есть google переводчик вы можете спокойно ввести любой текст получить на русском языке перевод самостоятельно а не слушать вот этих всяких захаровых и симоньян по телевизору которые вам переводят так как им это нравится то есть пожалуйста у вас все было в руках но вы это не захотели делать и сейчас когда страну возьмет в кольцо весь мир когда вам обрежут все нахрен если сейчас вы жрали просроченный этот или паршивый сыр который вам обрубили нормальной поставки то сейчас вы будете жрать я не знаю что и вы сами это заслужили в это заслужили своим поведением своим крым нашим и так далее мне спрашивают здесь а почему ты не объясняешь вот мои знакомые почему ты не объясняешь этим людям вот все вот это то что я думаю я говорю они животные им что-то объяснять это бесполезно они ведут себя как звери просто и опять вот эти все убогие да у меня спрашивают тебе не жалко их они живут страдают я говорю да они страдают и потому что они убоги потому что у них в башке здесь ничего нет собственного что им вложили то у них и сидит в голове и когда мне говорят а в америке вот ну понятно вожде вождю любой вопрос задаешь да он сразу он не отвечает он говорит а вот в америке хочется сказать вот скоты вы представляете вообще что-нибудь об америке знаете кроме того что вот вам сказал зомбоящих вы ничего не знаете об америке в америке демократия там люди выбирают себе правительство как бы там ни было какие бы ни были проблемы но у нас в австралии то же самое в европе то же самое именно поэтому путин надеялся что все его быдловские выходки пройдут потому что политики западные боятся то что если допустим сейчас повысятся цены на энергоносители то политики провалятся их просто не выберут не выберут понимаете это то самое слово которое вы россияне уже давно забыли выборы вам такая роскошь не по карману вас будут грабить вас будут иметь во все дыры вы будете вечно стоять раком и вся история россии именно такая возьмите любой период вашей жизни всю жизнь вас трахали всю жизнь вы стояли раком вы доносили на своих это мерзость я считаю что моё вот российское гражданство вот это все мерзость вот как хотите это не только мои мои эмоции это это факт вся эта история до выдающиеся люди были в россии и в россии много умов ну где они все на что эти умы работают сейчас судят ребята не по длинному языку и не по умным мыслям и то и другое в россии навалом вот дел умных и нормальных в россии нет и никогда не было забрежил небольшой такой рассвет в 90 когда началась вся эта анархия но этот рассвет быстро был уничтожен и до 2007 года запад вас кормил запад вас оберегал запад с вами дружил а теперь он не будет с вами дружить теперь вы охамели вы обнаглели вы решили что вы самые умные самые умелые самые хорошие вот сейчас мы увидим насколько вы самые умные хорошие по поводу моего гражданства и гражданства моей жены я бы с удовольствием сейчас подтерся русским паспортом с удовольствием но это ничего не решит а отменить это гражданство отказаться от него скоты которые сидят у нас правительстве и не только у вас и у нас здесь то есть посольство это те же самые правительства они сделали это настолько вот эту операцию настолько неосуществимой, что собирать эти справки, ездить куда-то, что-то делать, я этим заниматься не буду. Ради чего? Ради того, чтобы этим скотам угодить, действовать по их правилам? Нет. И я вот уверен, что после этого видео меня не лишат российского гражданства. Им невыгодно это делать. А я вот обращаюсь к вам, посольские ребята. Я вас называю скотами, да. И я хочу, чтобы вы меня и мою жену лишили российского гражданства. Я больше не хочу, еще раз повторю, принадлежать к скотовате. Я не хочу ничего общего иметь ни с вами, ни с населением России. Все, баста, хватит. Я очень добрый человек, я очень люблю зверушек, но я не люблю вас, россияне. И украинцы, держитесь. Держитесь, у нас здесь, в Австралии, есть куча уродов. Эти уроды, вон, ходят в Сиднее, они проплачены еще к тому же Москвой. Будляки натуральные. Они держат там плакаты за Путина и так далее. Но не все такие. Здесь, в моем окружении, огромное количество нормальных людей, нормальных думающих людей, которые понимают, что происходит на самом деле. Я сегодня посмотрел обращение Путина, вернее, две строчки оттуда, и увидел, что он говорит, что мы сейчас, мы, вы, я уже больше не буду говорить мы, я к вам не принадлежу, что вы обороняетесь от злобной Украины. Уже было такое. Помнится, финны злые на вас нападали. Вот это то же самое. Также сейчас Путин запретил говорить правду о том, что Россия, СССР, вместе с Гитлером развязала Вторую мировую войну. И вот те недоумки, которые не могут прочитать даже элементарно Пакт Молотова-Риббентропа или посмотреть элементарно, вот редакция делала, я у себя выкладывал канал редакция. Это канал довольно нормальный, он даже не признан иностранным агентом. Выкладывала полный отчет про это, и они до сих пор думают, что Гитлер вероломно напал на СССР, и они думают на полном серьезе, что они охраняли, обороняли Брест, который принадлежал России с какого-то хрена. Ладно, все эти недоумки, я еще раз повторю, вон с моего канала. Вот сейчас прямо выключите, чтобы я больше вас не видел. Мне плевать, сколько у меня подписчиков. У меня канал для друзей. Вот эта вся вата моими друзьями не является. Очень правильно сделал Байден, что обрезал Путину сейчас все разговоры. Вот эти ребята, Макрон и все остальные, которые ездили к Путину как на работу в Кремль, они только почивали этого урода своим вниманием. То, чего он добивался. Зрелище было жалкое, когда он выпрашивал фактически, как на паперте, любое внимание со стороны Запада. И он его получал. Сейчас он больше его не получит. Все. Но я также не понимаю одной вещи. У Украины есть все возможности создать ядерное оружие. Втихаря, как тот же Израиль. Спокойно. Делайте. И если бы у вас оно было, вот это быдло бы к вам ну, вряд ли бы поперло, я так думаю. Несмотря на то, что они долбанутые там в Кремле, но не настолько. Я надеюсь, что сообща вместе со всем миром мы покажем место России, место России у Параши. Это не мое. Это послушайте своих дипломатов опять-таки. Это все их слова. Я надеюсь, что санкции позволят выкинуть всю шваль отсюда, с Запада. Убрать всех родственников, а родственники у всех. У Лаврова там учились все в Штатах. Да что я перечисляю? Проще сказать, у кого нет никого, у кого из правителей нет никого за рубежом, у кого денег нет за рубежом. Я вообще таких наверное и не вспомню сейчас сразу. На сегодня я все сказал. Я устал быть русским. Я устал стыдиться того, что я русский. Ты же житель российский как бы. Представитель народа. Я не житель. Я в России никогда не жила. Я гражданка России. Так. Но я там никогда не жила. На территории России. Ты туда поедешь? Ты будешь жить? Нет. Ни в коем случае. Как тебе по поводу паспорта? Ну я хочу отменять российское гражданство. Почему? Да нафига ну мне надо. Мне стыдно. Мне стыдно говорить, что я русская. Я всегда ну я родилась на Украине. Я прожила на Украине 14 лет. И когда мне даже спрашивают откуда я на этим ли я всегда отвечаю, что я с Украины. Вот мне тоже стыдно. О чем я только что говорил с вами. Ты даже говоришь на Украине. Понятно? Да. Вот настолько ты там мало жила, скажем так. Да, да, да. И тебе все равно стыдно за русский народ. Да. А я тебе скажу, что народа русского не существует. Существует население. Существует скотовато. Ну да. Вот насколько ты далека от политики, насколько ты никогда не принимал участие в политических моих видео. Вообще никогда. Я не лезу в эти дела. Вообще мне это не надо. Тогда почему ты согласилась сейчас сняться? Ну, потому что то, что там творится, это вообще... Я не знаю, как даже это комментировать. Но вот у меня сейчас все друзья молятся, чтобы тут мразь отравили. Они так и пишут. И речь идет о Путине. Да, естественно. Ты согласна с ними? Абсолютно. Вот и я согласен. Да, хорошо, ты хочешь отказаться от гражданства. А ты сможешь это сделать? Это очень трудно. Это непроходимый квест. Но будем стараться. А стараться справки где брать? Необходимые. Не знаю. Не знаю. Слушай, а может эти скоты, что сидят в Кремле, нас лишат гражданства? Я очень на это надеюсь. Вот попроси их. Да. Вернее, потребуй. Не надо, пожалуйста. Вы скоты. Вы скоты. Отмените мое российское гражданство. Вот, слышали скоты? А свое обращение к скотам я уже сказал. Угу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...